Хей, друзья мои, всем привет! Мы продолжаем с вами строить различные крепости и замки в игре Тайни Глейды. Сегодня мы с вами попробуем построить один из самых волшебных, самых красивых замков, который называется Ной Шван Штайн. Я надеюсь, что я правильно произнесла название этого замка. Если я ошиблась, ребят, пожалуйста, исправьте меня в комментариях. И да, большое спасибо Мэри, которая подсказала мне идейку, что нужно обязательно построить этот замок в игре. Знаете, когда я увидела фотографию, я думала, что этот замок не такой большой. А затем, когда я внимательнее рассмотрела план этого замка, то я поняла, что строить я его буду очень и очень долго. Кстати, я уже успела построить еще один замок. Попробуйте угадать, какой замок будет в следующем ролике. Ну а пока что давайте поговорим про вот эту вот постройку. Итак, замок Ной Шван Штайн. Это замок, который находится в Германии и является прототипом замка, по-моему, спящей красавицы из диснеевского мультика. Кстати, самое смешное, что изначально я почему-то думала, что этот замок являлся прототипом диснеевского замка. Знаете, когда начинается любой диснеевский мультик, там появляется такой вот замок. Я почему-то думала, что этот замок является прототипом того замка. Кстати, как думаете, нужно же обязательно построить замок, который появляется в начале диснеевских мультиков? И да, друзья мои, тут я поняла, что я вроде бы вот этот вот замок не строила в игре Sims 4. Не надо, не надо сейчас писать в комментариях, что Даш, надо построить этот замок. Я и так знаю, что его нужно будет построить. Поэтому у меня появилась такая вот идейка, что нужно будет его построить не только в этой игре, но и, понятное дело, что в игре Sims 4. Давайте лучше с вами обсудим, в каких замках вы бывали. Вот напишите в комментариях, в каких замках вы успели побывать. Может быть, вы бывали именно в этом замке, и я сейчас запутаюсь в названии, поэтому я буду говорить, что вот в этом вот красивом волшебном замке. Я лично в детстве, когда была маленькая, то я достаточно часто на каникулах ездила по различным городам Украины, и там, если был замок, то я обязательно бывала в замке, в крепости. И знаете, первая крепость, где я побывала, это крепость, которая находится в Каменце-Подольском. Знаете, я помню, вот эти вот детские эмоции прошло уже, наверное, сколько? Лет 25, наверное, с тех пор, как я впервые побывала в Каменце, и я когда увидела вот эту вот крепость, то есть, знаете, там очень красивая такая вот локация, то есть ты проходишь по такой вот долгой дороге, такая вот длинная дорога, по-моему, она была выложена камнем, и открывается такое вот плато, и на вот этом вот плато находится крепость. Кстати, надо ее тоже попробовать построить в игре Тайни Глейд, ребят, обязательно. Я помню вот эти вот, знаете, эмоции, когда ты видишь вот эту вот красоту, нереальной красоты замок. Ребят, если вы там никогда не были, то обязательно побывайте, и особенно ночью очень красиво эта крепость подсвечивается. Ну, в общем, ребят, эмоции непередаваемые. Я была несколько раз в этой крепости. Я была, когда мне было лет, наверное, 12, и затем я была в той крепости, когда мне было где-то лет 20. Ну, то есть, короче, больше 10 лет назад. И знаете, вот это вот непередаваемые эмоции, очень красивая крепость, нереально действительно интересная, и на экскурсию сходить и просто погулять, плюс там всякие интересные активити здесь есть, поэтому я вам рекомендую. Во-первых, сам городок Каменец-Подольский очень красивый, и, конечно же, крепость, ребят, она действительно очень-очень красивая. Ну, а пару лет назад я была в Аккерманской крепости. Она трошки меньше, чем крепость в Каменце, но она тоже очень красивая, и помимо того, что вы можете погулять по крепости, там можно еще и покататься на лодочке. Ну, и плюс, опять-таки, всякие активити, по-моему, можно из лука пострелять, можно, понятное дело, что просто посидеть, отдохнуть. Знаете, я вообще люблю вот такие вот крепости, замки. В них есть действительно что-то такое вот мистическое, таинственное. Я помню лет много назад, я не буду говорить сколько, сколько я в какой-то, по-моему, турфирме видела тур по замкам Франции, если я не ошибаюсь. И этот тур, знаете, он был такой вот для меня лично очень любопытный. Тур по замкам с привидениями. Слушайте, для меня это было настолько интересно. Я очень хочу когда-нибудь съездить в такой тур. Я понимаю, что, скорее всего, это более, знаете, такое вот романтическое, наверное, такое вот мистическое, романтическое название. То есть, ну, мы с вами знаем, что призраки, конечно, существуют, но не факт, что они будут конкретно в тех замках. Но я помню, что, знаете, там, короче, было кратенькое такое вот описание каждого замка. По-моему, там что-то 5 или 7 замков Франции. Ну, и кратенькое описание, там, допустим, кого можно увидеть в этих замках. И, в общем, в каком-то замке можно увидеть какую-то там серую леди, а там можно услышать какие-то голоса. Но, вообще, очень интересно. Понятное дело, что это замки чисто для экскурсий, то есть, там нельзя будет остановиться. Но сам факт побывать в таком месте, мне кажется, очень интересно. Вы знаете, как я люблю плейзерков, я люблю всякие вот эти вот мистические передачи. И, знаете, побывать в таком месте, да, зачастую все вот эти передачи, ну, это не то, чтобы фейк, не то, чтобы постанова, но давайте будем честны, зачастую это постановка. Но все равно, знаете, ты сидишь, смотришь, так думаешь, да, это постановка. Нет, это постановка, да, постановка, постановка, но, а вдруг это было на самом деле? Поэтому мне было бы очень интересно поездить по вот таким вот замкам, тем более, что действительно замков очень много, у каждого замка есть какая-то своя уникальная интересная история, и вдруг действительно там можно будет услышать какого-то призрака. Ну да ладно, не будем сейчас вас пугать, я надеюсь, что вы ночью не смотрите этот ролик, хотя смотрите, у нас тут такая красота, я специально для этого замка выбрала весну. Как вы видите в полной версии, у нас действительно появилось очень много, как это сказать, не периодов, сезонов, периодов, да, молодец. В общем, у нас появились различные сезоны, и знаете, мне кажется, что каждый сезон просто идеально подходит под тот или иной замок. Я почему-то вот этот вот Нойшванштайн, слушайте, практически уже быстро могу проговаривать, я его почему-то видела весной, хотя, честно говоря, большую часть фотографий, которые я смотрела, они были такие вот, знаете, около осе... Слушайте, а может осенью надо было строить? Ну мы осенью с вами строили Хогвартс, поэтому, поэтому не знаю, я почему-то осенью не захотела строить, я очень хочу какой-то звездный, я хочу зимний замок построить, но я пока не знаю, слушайте, что можно зимнее построить? Ну может быть, опять-таки какой-нибудь замок, не знаю, там, Золушки, или у нас, как вы знаете, достаточно много различных принцесс, вот, ребята, вам еще задание, как вы думаете, какой замок нужно построить зимой? Вообще Хогвартс, наверное, вы знаете, вот осень и зима, это чисто для Хогвартса, можно Хогс, слушайте, надо Хогсмит построить здесь, точно, все, я придумала, я хочу еще построить Хогсмит, так что, друзья мои, готовимся. Единственный минус, давайте сейчас перейдем с вами к Тайни Глейд, а то, по-моему, мы большую часть ролика говорим с вами про, понятно где, что замки, ну как не поговорить про замки, замки, это, знаете, это действительно вот нечто особенное, учитывая, сколько им лет, многим замкам уже много сотен лет, и, знаете, вот они сохранились, и ты вот видишь вот эту вот красоту, в общем, ладно, все, переходим к игре, возвращаемся к нашим барашкам, то есть, кстати, тут у нас уже, вон, видите, барашек гуляет. Что мне очень нравится, это, конечно, настройка времени, вот только что я трошки тут меняла, тут, получается, не просто у нас утро, день, вечер, то есть, можно, знаете, опустить так, выбрать такой промежуток, как вам будет удобно, то есть, допустим, мне очень хотелось посмотреть на эти замки с закатом, с рассветом, ночью, и, действительно, оно все смотрится, ну, просто нереально круто, и, знаете, вот я пока строила, я достаточно много времени потратила на этот замок, на следующий замок, но все равно вот я строю, и ты получаешь удовольствие от этой, постройки, то есть, она тебя не напрягает, здесь, действительно, много всяких интересных фишек, плюшек, жалко, ну, трошечки жалко, что у нас здесь нет, во-первых, стеклянных крыш, потому что, помните, мы с вами строили замок, нет, не спящие красавицы, мы с вами строили Beauty and the Beast, и там была, получается, крыша стеклянная над вот этим вот местом, где они танцевали с чудовищем, нет у нас стеклянных, но, может, их добавят, я вам хочу сказать, что я записывала вот этот вот ролик и следующий с разницей там в пару дней, и вышел апдейт, и, например, вот когда я здесь размещала, допустим, ну, не знаю, допустим, деревья добавила, и я хотела их удалить, то у нас, грубо говоря, наш ластик, он был только одного размера, а тут, получается, добавили ползунок, то есть, вы можете теперь увеличивать, получается, размер ластика, можно, допустим, допустим, вам надо что-то быстро удалить, сразу же вы увеличиваете, и все действительно очень удобно, то есть, игрой занимаются, и это действительно очень круто, то есть, разработчикам большой респект за то, что они, знаете, вот не выпустили игру и забросили, они продолжают ее заниматься, и мне очень интересно будет глянуть, что еще могут здесь добавить, Тут, в принципе, знаете, было бы круто добавить, например, конюшни, ну, то есть, чтобы у нас коноки гуляли, мне кажется, это было бы вообще очень круто, я понимаю, что у меня огромное количество идей, ребят, мы с вами столько всяких можем построить, действительно, деревушек средневековых, мы можем построить какие-то замки, вот я вам говорю, я хочу построить, кстати, Кайр Морхен, я вспомнила, я вспомнила, как называется крепость-замок видимаков Кайр Морхен, Здесь можно будет построить вот этот вот виноградник, не виноградник у Геральта, в общем, действительно, фантазия, ну, как бы, может вам подсказать, что здесь действительно доступно много чего интересного, хочется, наверное, больше цветов, наверное, потому что у Ной Шван Штайна, у этого замка, у него была черная крыша, такая вот черно-серая, здесь она все-таки, ну, не черная, да, здесь такая, знаете, она зелененькая, с мхом, но хотелось бы, конечно, чтобы были вот действительно вот черные, значит, черные, и, кстати, очень удобно, что вот, допустим, вы добавляете вот эти вот окна, и вы можете просто сразу мышкой их перемещать, потому что я, когда строила, по-моему, Хогвартс, я не знала, что их можно так вручную переместить, и я так страдала с этими окнами, я за кадром Удаляла, добавляла, удаляла, добавляла, удаляла, добавляла А потом, когда я поняла, что я могу просто взять ручкой и все это передвинуть Это капец, как удобно Потому что все время удалять, ну вы же понимаете Это будет просто какая-то самая настоящая бедосия А так будет действительно удобно В общем, по поводу крыши, по поводу цвета замка Ну вот, понимаете, вот этот вот Ной Шванштайн Опа! Видели, как я могу? Он белый То есть вот эта вот фронтальная часть, она красная получается Башенки, по-моему, белые Но я решила их каменными сделать И сам замок, он белый А это не белый Это серопесчаный, песочный Это не белый И вот знаете, вот я, вот как бы, когда строила И следующий, кстати, замок, вы тоже увидите Он тоже должен быть белым Но там нет белого Причем тот следующий замок Давайте маленький такой вот спойлер-намек Я его буду строить в страшной локации Поняли, о каком замке я говорю Там он тоже должен быть белый И вот, ну это не тот белый, понимаете И не тот цвет крыши Но в целом, я постаралась его передать Вот мы с вами уже отправляемся на экскюршен Знаете, мне нравится, что здесь все живое Кстати, здесь можно сделать течение времени То есть, что пока вы строили, идет время То есть, солнышко седает, солнечко встает У нас там, к сожалению, погода, по-моему, не меняется То есть, по-моему, у нас тут все время, если солнечно То у нас солнечно, у нас не может пойти дождь Но, кстати, было бы классно еще динамическую погоду добавить Итак, мы с вами отправляемся на экскурсию, ребят Мне очень понравилось Мне действительно очень понравилось это вот все строить Я думаю, что вам следующий замок тоже понравится Я его, скорее всего, прямо сейчас и озвучу Потому что я успела построить за два дня два замка В общем, мы с вами поднимаемся Понятное дело, что этот замок Как бы инспирейшеном этого замка является Нойшванштайн Опа То есть, это не один в один вот этот вот замок К сожалению, я не могу пройти через вот эти вот ворота Ну, вот никак не могу пройти То есть, допустим, я в следующем замке попробовала пройти Да, вы попадаете внутрь, но вы попадаете, грубо говоря, в ловушку То есть, вы никуда не можете отправиться Здесь я добавила такие вот квиточки Тут у нас секретный вход Секретная такая вот, видите, дорожка Смотрите, как красиво Мне нравится эта графика Нереально красивая, нереально классная Знаете, вот она коузи Я люблю такие коузи игры В них позалипать, это просто одно удовольствие Здесь я добавила вот такую вот арочку Вы проходите и попадаете в сам замок Видите, он такой трошки, ну, не заброшенный Не занедбанный Ну, вы поняли Но он уютный, мне нравится И здесь, как видите, у нас есть несколько таких вот ворот Там у нас большие ворота Здесь у нас тоже одни, вторые Мне еще, кстати, нравится вот эта вот вся мелочевка Которая добавляется, когда мы добавляем те или иные элементы И сейчас я вам покажу Вот, например, у нас сейчас было Получается, был день А сейчас у нас ночь Как у нас выглядит ночь Смотрите, как красиво Кстати, мини-спойлер еще один Цвет лихтариков Меняется Но это я вам покажу уже в следующем ролике Ну и понятное дело, что помимо ночи можно Выбрать рассвет Можно выбрать закат И здесь действительно все смотрится очень круто Ну что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях Что вы думаете по поводу этой постройки Хоть трошечки Она вышла, похожая на Нойшванштайн Опа! Я надеюсь, что вышла И я надеюсь, что вам было интересно Надеюсь, что вам понравилось Не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на мой канал До скорых встреч Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok